здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала любимые девочки всех вас приветствую на очередной расклад тему мы сегодня который будем смотреть она достаточно ванальная простая как всегда на вашего мужчину о чем же он молчит болит ли его душа и в чем он вам вообще хочет признаться давайте будем смотреть мои хорошие наливайте чай кофе садитесь поудобнее подумайте о своем мужчине представьте его хорошо кто кто вы что сейчас между вами если между вами общение его нету это кто вы но вы не можете простить ему обиду вы не можете простить то что он повел себя некрасиво отношении вас потому что вы как пострадавшие как знаете расстроились вы он вам сердце разбил давайте правду будем говорить да то есть вы из-за него как-то вот не в хорошем состоянии духа не ожидали до что так получится он но он православие мая тела считает что он во всем прав возможно человек занят например женатый но или же он все хочет по-честному причем даже как он считает оскорбить унизить или как-то вот высказаться некрасиво это тоже так надо потому что это но это же претит ему его пониманию о справедливости найти он все из призмы вот этой справедливости судить людей других из себя и даже любимую женщину поэтому тут даже не поспоришь вот такой может быть да может обидеть но сказать но я же правду говорю да ну да конечно ты говоришь правду мило о том что я там толстая но мне неприятно понимаете это как-то так выглядит но мне неприятно согласитесь поэтому вот такой человеку может быть сейчас кстати у него и судебные дела судебные может быть какие-то развирательства может быть он там что-то с кем-то выясняет какие-то бумаги документы что между вами сейчас ну блин какой-то когда все-таки знаете есть я бы сказала что может быть вы как-то с друг дружкой взаимодействуете или по крайней мере он хотел бы с вами взаимодействовать и вы тоже и на ментале у вас очень хорошее общение с этим человеком если вы как-то вот чувствуете навязчивые мысли о нем и скорее всего мужчина вам что-то передает жрица но вот может быть узнаете какие-то очень у вас непонятки серьезные почему вы расстались однозначно не скажешь может быть знаете как говорится черная кошка пробежала может быть магическое воздействие может быть какие-то тайны и с его стороны вашей стороны до недосказанность не раскрытость полностью до перед человеком перед мужчиной или перед женщиной может быть а вы его тайная женщина на об этом вам никому не ну то есть а вон он вы знаете он никому об этом не говорит но это тоже причина сколько можно уже вы там сколько вы там будете в тайных женщинах находиться уже в любовнице я не насколько можно уже здесь у вас разбитое сердце поэтому тут есть какая-то знаете какая-то тайна знаете вот какая-то тайна сейчас сейчас даже неинтересно тоже по какой причине вы расстались что за тайна там но конфликт какой-то конфликт у вас что за конфликт ухода ухода конфликт из-за ухода может быть он не должен был уходить или он ушел или вы ушли в общем здесь конфликт из-за ухода до из или может быть и за какой-то женщины может быть вы поставили ему как бы вопросы ребром или я или она или я ухожу или пусть она уходит или здесь может быть мама что-то там стала говорить ему в общем вы поняли здесь как-то вот знаете серьезно все здесь кому ну конфликтная ситуация какая-то из-за какой-то возможно женщина или за вас но это все серьезно может быть здесь магическое действие тоже идет от женщины это может быть какая-то женщина делала магию на то чтобы вы расстались вы ушли например да произошел все-таки этот конфликт а может быть вы что-то там делали тоже чтоб она ушла в общем тут разбираться надо уже индивидуально хорошо поехали о чем он сейчас молчит давайте посмотрим о чем же он молчит ну вот у нас один видите вот так вот сидит у себя где-то на скамейке ему хорошо принципе он выбрал позицию я пока один отчеты один почему ну потому что знаете надоело всех развлекать что ли как-то я но я устал быть гуру я устал всем помогать все для всех быть хорошим я устал потому что я и так хорошенький да но никто не понимаете поэтому я посижу один не знаю как то так вот смотрите шестерка же карта победы может быть он добился он развелся он остался один может быть он этого желал остаться один и он сейчас это получил его классно чем он сидит там вечером видите вышел на скамейку сел потому что он устал да он уже добился он получил своего сейчас остановка остановка в жизни у него да потому что я устал добиваться я устала кому-то что-то доказывать да я показывал тут такие фокусы а теперь я хочу немножко передохнуть я хочу остаться самим собой я никого развлекать не хочу я никому тут перене перед кем кланяться тоже как бы не хочу хочу остаться самим собой как то так до король пентаклей вот сейчас на данный момент знаете его как будто волнует материальная сфера жизни но это стабильность его деньги это материальное благополучие работа вот сейчас на это он будет делать полный уклон причем он может быть пришел к тому что он хочет семьи хочет рядом женщины хочет стабильности потому что вот этого вот куда-то бежать уже да кому-то что-то доказывать что я крутой как тоже под надоело хочется вот уже денежку сюда в карман положить на котором не предназначается да и успокоиться уже как-то вот по успокоиться я добился все денежка в кармане о чем он еще молчит вот он боится понимаете может быть он смерти боится может быть он конца света боится может быть у него есть какие-то мысли чего-то он боится очень сильно может быть человек шо дурак может быть узнаете воскрес как из пепла может быть он был лежал в больнице может быть он был в я не знаю бессознательном состоянии обмороке может быть его там оперировали видите как воскрес через что дурака да он как будто на грани жизни и смерти был человек воскрес может быть да на кинг пытается начать жить заново то есть у него что-то такое серьезное было сейчас поэтому передышка не простая я не знаю может быть его там стреляли извините может быть его там били может быть до пытались на его покушаться но я не знаю как то так и он сейчас видите вот здесь вот ситуация где он сейчас находится это вот она ситуация он один на скамейке и король пентакли вы это деньги в кармане хоть немножко но как бы они есть видите а вот что было здесь вот человек в лёжке лежал да потому что ему приходилось что-то доказывать ему приходилось может быть она соревнованиях там понимаете чуть не умер на соревнованиях там получил сейчас награды там и вот он все отдыхает он деньги дали ему завис соревнований все но может быть так ситуация сложного хорошо что в отношении вас сейчас какие мысли у него ну вот он грустит по вам по вам грустит и он знает что вы тоже грустите вы тоже его ждете потому что он не пишет или не звонит не дает о себе знать вас как это стагнация остановка вы ждете но когда она когда ты уже да что-то мне ответить что тогда напишешь он знает что вы ждете что у него с вами сейчас ну вот или вы ушли или он ушел как-то расстались с этим человеком сейчас вы не вместе потому что он понимает ваш уход это не по я неспроста по колесу фортуны может быть вы еще вернетесь к нему по крайней мере он надеется он это ждет да он ждет и он сто процентов уверен что вы будете рядом что вы никуда не денетесь да эта женщина которая ну всегда приходит она потому что по судьбе это моя карма это моя такая тяжелая карма да и она все равно должна вернуться прям в этом уверен сто процентов ему очень тяжело без вас у него как будто знаете тут все падает у него в жизни как будто все валится из рук и снова я не знаю все валится из-под ног вообще всего лиц а к вам он не хочет идти по какой причине потому что обижен или потому что вы там ушли от него дьявол ну вот его что-то держит понимаете его что-то держит опять не знаю может быть магическое какое-то воздействие его там на кого-то его придерживает может быть здесь я не знаю как еще тут назвать может быть он зависит от работы от семьи там от рода своего от кого-то там в зависимость их находится может быть вот он курящие выпивающие например да и там пьющие не знаю может быть от кого то Может, от женщины какой-то он там зависит, от мамы, может быть, своей зависит. Он никуда по этому не может деться. Причём к вам может очень безумно тянуть. Вот прям безумно может как-то к вам тянуть. Да. Причём он оттуда его уходил уже несколько раз, полностью оттуда его уйти не может. Или, может быть, сейчас на данный момент там идёт какой-то бракоразводный процесс, или он там собирает вещи и уже готов переехать. Там, потому что по туз с мечей уже были попытки неоднократные уйти оттуда. Уйти от той женщины, например, развестись или от мамы съехаться. Разъехаться, вернее. То есть тут что-то такое было. Знаете, его как будто вот там останавливает, я не знаю, с высокой какой-то моралью женщина, который говорит, ой, так нельзя, а вот так нельзя, как ты можешь так поступить. Ты не имеешь права себя так вести, что люди скажут. Вот кто-то его такими словами останавливает. Как ты так можешь? Ты совсем голову потерял. Ты не имеешь права. Как будто какие-то такие, знаете, высокопарные слова звучат в тот момент, когда он хочет уйти оттуда, и когда он уходит. Причем здесь у него в ближайшее время тут какой-то праздник намечается. Понимаете, какой-то праздник намечается. Может быть, именины Кристины, там, встреча с кем-то, встреча с родителями. Должны все приехать в гости, там, что-то у него на свадьбу или пригласили его. Он куда-то на свадьбу пойдет, будет, да, со всеми. Кстати, может быть, вы там увидитесь. Может быть, вас тоже пригласили туда, и будет встреча на этом торжестве. Болит ли у него душа за вас? У него болит душа за эту дорогу. Вот за это, как я, знаете, расстояние между вами. Да, потому что он вас очень сильно хочет увидеть. Вы ему как-то вот где-то, знаете, фантомом идете. Он вас то ли видит где-то, то ли чувствует как-то. И да хочет к вам приехать на дорогу, тот держит к вам. И такое ощущение, что эта дорога как-то не получается. Вот она есть как бы в мыслях, он готов хоть сейчас приехать, но она как будто не получается. Он в мыслях своих к вам едет, а реально как будто сейчас приехать не может. На это, конечно, узлится очень сильно. Почему так? Да, он император. Как будто он, знаете, в какой-то власти, над властью с кем-то. Вот я не знаю, как это объяснить. Кто-то над ним властвует даже, знаете. Он как будто от кого-то зависит, там, от работы зависит, уйти не может. Там, от родителей своих, да. Здесь какая-то власть есть. Или, может быть, еще как вариант, он здесь сам выбирает. Да, он же как бы император. Он сам тут выбирает, когда ему приехать. Но он марку держит, но сильно к вам безумно тянет. Вот безумно к вам тянет. Но он тут, может быть, пуху себе, понимаете, накидывает очень много. Вот это вот, да, вот такой я крутой, а как сказал, так и будет. Ну, может быть, как-то так. Он вообще раскаивается, он страдает от того, что с вами так получилось. Ну, да, раскаяние есть. Есть, неприятно, не хочет это признавать. Раскаивается, неприятно, обида какая-то, понимаете. Вот смотрите, вот он сидит где-то, да, там, или стоит, неважно. Вот так вот что-то вам пишет, как будто в интернете там. Или читает какую-то старую переписку с вами. Или смотрит вас где-то. Вот такое выражение лица, знаете, вот обиды. Обиды, но вот как будто я тут ни при чем, понимаете. Вот она сама виновата, она сделала так. Но я тут ни при чем. Но мне обидно. Да, да, сила. Почему она имеет надо мной силу? Почему она себя так ведет? Почему я от нее зависим? Он тоже понять не может, почему вы имеете над ним власти силу. То есть, как бы вот такая вот девочка, да, в шапочке там с фарту и с этим шарфиком. Но такая сильная, да, такая сильная. Она имеет надо мной власть. То есть, вот такие мысли у него. Но это по факту так оно и есть. Как бы вы даже ничего не делаете, но она от вас зависит очень сильно. Потому что есть серафант, потому что есть высшая сила, потому что над вашей головой есть высшая сила, вас оберегает, вас сохраняет. И она не позволит, чтобы кто-либо и этот мужчина сделали вам плохо. Причем вы этому мужчине должны по судьбе. То есть, вы должны были прийти по судьбе. Вы и пришли. Вы с этим мужчиной должны были быть в официальном браке. Или вы с ним действительно замужем, или вы будете с ним замужем. Потому чтоерафант — это серьезная карта серьезных взаимоотношений, высокодуховных отношений. Это брак перед Господом Богом. Это заключение каких-то серьезных договоров. Это миссия, понимаете, в наши дни. Миссия двух людей свести на этой земле. Это же не просто так. Причем с вами так интересно. Вы не зациклены ни на материальном. Вы не зациклены, знаете, вот эта вот быстро-быстро гонка за деньгами. Вы какая-то немножко такая, знаете, девочка такая начитанная. Мне хочется почему-то сказать, алирмонтовская девочка, не знаю. Которая может, я не знаю, там, словами Достоевского выражаться. Ну, то есть вы такая умненькая, понимаете, с вами интересно разговаривать. Ну, вы простая при всем этом. Простая, но поерафанту всегда простая. Обычная, нормальная, умненькая девочка. Без всяких вот этих вот понтов. Я крутая, типа у меня тачка, папа олигарх. Нет, это вообще вас нету. Вы берете тем, что вы, понимаете, я не знаю, при ваших, может быть, возможностях, да, вы вносите вот эту шапочку и вот этот вот шарфик. Шапочка и шарфик, понимаете, вот просто, вот просто. Я одела вот то, что вот там купила где-то, да, все, мне подходит, я одела. То есть вы как-то вот, у вас нету пафоса, у вас нету какой-то вульгарности, у вас нету вот этой вот напыщенности какой-то, да, и типа смотри, какая я крутая, со мной так нельзя. Нет, вы какая-то такая, вот правильное воспитание с детства, да, правильное воспитание с детства, то, что было заложено изначально в вашей семье, вашу бабушку правильно воспитывали. Давайте уже так же скажем с прабабушки. Прабабушку правильно воспитывали, бабушку правильно воспитывали, вашу маму советская власть правильно воспитала, Ленин партия комсомол, и вас правильно воспитывает, понимаете, воспитали тоже можно уже сказать. он же все это понимает, что вы отличаетесь от других девчонок, вот эти тинейджерки может быть какие-нибудь там у них, с кем он там общается или какие-то такие девочки, да, привет там пацанчик, как делать там ну чё, или капризы свои, ну разные же да, вот эти вот бывают сейчас когда иногда послушаешь как девочки или женщины разговаривают, думаешь, боже мой, как они вообще живут, а вы такая, ну вы простая, вы как есть, вот, ну да такая, самодостаточная вы знаете, человек чем становится самодостаточнее тем он проще к жизни относится вот это говорит о его, знаете, силе характера о его высоком интеллекте о его уме и так далее, ну согласитесь да, так оно и есть а еще, знаете, вот я прям тут уже просто вижу намек у меня такое ощущение, что вы вот знаете, у вас, в вашей крови есть смешение национальности, смешение вер, смешение крови вот я вас не могу сказать, что вы там например, чисто русское или вот там, там, чисто казашка вот у меня ощущение, что у вас смешение крови есть, вот кто меня тут смотрит, этот расклад я не знаю, кто будет смотреть этот расклад и какое количество просмотров но я могу сказать, наверное, сто процентов вот, в вашей крови есть смешение крови Вот как хотите. Есть смешение кровей. И, может быть, вера тоже. Ну, как вероисповедание. Может быть, вы из мусульманской семьи, из христианской семьи. В общем, если там копать, то много интересного найдёшь у вас, знаете, в родословной. Это серьёзно. Причём у вас мёртвых тоже очень много, знаете. Вот у меня ощущение, что вот вы меня смотрите, да, а у вас живых мало в вашем роду сейчас. Вот мёртвых много. У меня такое ощущение. Даже у многих здесь, кто смотрит, я раньше часто говорила, вот к вам приходишь, у вас родовые могилы вот такие вот есть на кладбище. Знаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И даже больше. Я видела у меня одна любимая из могилы. Там сколько их? Пятнадцать, по-моему, человек. Пятнадцать, по-моему, или шестнадцать. Я всегда, я обожаю, ну, любимые у меня кладбища есть. Всегда туда прихожу. Там в центре пятнадцать могил. Они всегда меня сами к себе приводят, потому что кладбище большое, запутаться можно. Их там не найти. Они прям в гуще, в самой серединке. Я всегда к ним туда прихожу. Они как будто меня сами ведут. Вот у вас как будто то же самое, знаете, как вот родовая ветка. Все вот так все выстроены. Тоже такое есть у вас. Причем они вас оберегают. Знаете, мертвые же оберегают. Они же защиту дают. Если кто-то говорит, что мертвые ничего не могут, они не помогают, это вранье. Это человек, который с мертвыми не работает. Я говорю, сто процентов. Потому что мертвые оберегают. Мертвые помогают. Я вам как практик говорю. Просто я иногда где-то такой слышу, такой бред. Я сразу понимаю, что это человек, который вообще не имеет отношения к мертвым, раз он так говорит. Что надо вам узнать о нем сейчас еще? Что вы не знаете? Вы ждете, чтобы он написал, да? А вы знаете, он как будто стоит вот так вот возле окна где-то и думает написать, не написать ей. Надо и написать или нет? Да-да-да-да. Может быть не сейчас, а попозже. Знаете, он как будто где-то вот бывает, когда вымораживает, да? Вот на нервы действует, да? Вот, ну давай, ну да, сейчас, сейчас, сейчас налью. Но наливай быстрее. Сейчас, 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 играется как будто. Так, ощущение, как будто он как будто играется, что ли? Он вот, ай, нет, давай завтра. Ай, нет. Ай, давай послезавтра. Можешь сейчас написать. Ай, давай послезавтра. Пишет, стирает. Да, потому что к вам, знаете, к вам так сложно подойти. Вы же как императрица идете. Он вообще вас видит вот такой. знаете вот он у вас вот такой вот видит сейчас классная да кстати какая-то вообще на эту вот картинку можно смотреть как я не знаю на какую-то вот бесконечно картину насколько в ней тепла сколько зеленого цвета позитива такой умиротворенности какой-то детей вот этих сама женщина корзина с ягодами 3 он вас на вас его вот такую женщину смотрит вы для него такая императрица и как не подойти к ней так просто не подойдешь правильно у кого-то боится вы как в статусе же до к вам если приходить то серьезно приходить там детей его до воспитывать уже просто книг и к вам же не придешь по не скажешь детка пошли гулять у вас там уже дети на руках то есть как-то к вам серьезно надо подход делать то есть качестве как мужа типа я могу вот взять ответственность за детей там давай будем иметь детей выбором также показываете что я хочу ребенка вы понимаете но это не буквальном смысле что вы сейчас тремя детьми а дело в том что тоже вы хотите ребенка и вы это показываете а он вам сейчас предложит пошли гулять там да давай будем гулять встречаться вы скажете слушай мне гулять не надо как бы я на серьезные вот серьезные отношения хочу есть согласие на семью там а брак на детей давай пошли то-то гулять начнем с этого а нет значит нет хочу время тратить да как-то вы конкретная просто женщина такая а он готов с вами серьезных отношений сейчас нет пока не готов но ему не у него есть что-то что он не готов понимаете он как в подвешенном состоянии здесь он пока не готов не готов король чашу боится убрать боится брать ответственность вот он видите вот так смотрит хитренько как будто но типа но я же сейчас рисую давай я тебя нарисую сидя у окна да я тебя нарисую а вы говорите мне не надо меня рисовать да вот мне вот этот художник не нужен не мужчина нужен конкретный для семьи для детей а он давай я тебя нарисую до дева мария с ри с младенцем а ты говоришь не надо мне это не художник не нужен ты как-никак определиться не можешь а мне нужна конкретика у меня время до подходит уже он такой немножко как-то боится чем боится чем боится но боится что здесь не потянет он боится что не потянет он с тобой там планов нарисует каких-то там сумасшедших дам планов на будущее а реализовать не успеет о чем боится то что здесь мужчина какой-то вот я не знаю может быть творческой профессии да может быть как-то он боится он у него сейчас сложности он там от кого-то зависит он да вот у него не просто все и ты тут такая до императрица то есть со мной кому ко мне просто так нельзя да вот он и поэтому учет там ждет может быть он деньги ждет может быть он там знаете проект или картину нарисовал и ждет когда у него там реализация будет у него еще дальше может быть еще не знаю как у архитектора еще что-то нарисовать за какой-то проект ему там деньги заплатят да он получит деньги а потом вам что-то предложат серьезное потому что сейчас он практически как на нулях как будто понимаете он полностью не реализован него только все в проектах все только в планах он там только все в чертежах у него на деньги пока ему еще никак не дадут на вы тут вы ждать не будете вы уже долго ждете вы уже только-то долго тут ждете да типа ну чё я должна ждать он у меня то держит держит в ожидании рату свечи вы быстрее пойдете сделайте чему вот он долго реализовывается да вы быстрее можете реализоваться чем он то есть у вас есть как будто ключи для этого понимаете для самореализации вы там свечку зажгли я не знаю книжку какой-то 70 лабим там что-то прочитали да и все-все мир уже переворачивается перед вами уже будет все так как вы хотите стоит вам только захотеть чайку попить там свечку зажечь и да и уже все и уже все у вас солнце уже есть вы знаете вы у вас есть тайные ключи у вас есть тайные знания вы знаете как это подключает так что получить желаемого у него этого нету вы как будто постигли уже каких-то высоких знаний чтобы свою жизнь наполнить настолько насколько вы хотите и реализоваться и быть счастливы и вообще быть самый крутой солнце это самая крутая карта в колоде и она падает на вас не на него поэтому ему как то что ему дается тяжело вам легко потому что вы знаете как правильно надо вы не стесняетесь вы не боитесь вы долго не думаете вы тут кофе выпили понимаете вот сели вы туда возле эльфа левой башни видно возле эльфа и башни сели тут кофейку попили вам уже какая-то идея в голову пришло пришла и все вы тут уже включили свечку уже все вы сейчас будете делать но я утрированно говорю но вы как-то уже это будете делать да свою задачу тут свою цель к ней подниматься ее реализовывать себя продвигать бабки зарабатывать понимаете все же к этому идет то есть вы умеете это правильно сделать и быстро да луна потому что вы жрица но не жрица этот ведьма на полуне то есть у вас есть такой некий дар может быть у вас просто потрясающий интуиция хороший психолог да это для всех но также здесь вы практика идете а практике просто так свечи не зажигают просто так знак защиты над ними не стоит у практика все разложено знаете и причем у вас это идет по родословно же по родовой ветке там от бабушки от мамы к вам перешло и у вас есть тайные знания которые вы передаете из рода в род есть у любой ведущей женщины дома есть всегда ли книжка какая-то или бабушка когда-то что-то рассказывала как чистить надо как убирать надо вот у меня бабушка мне рассказывала у меня есть очень хороший отличный ритуал как снять как снять негатив снять это причем она мне сама тоже делала это я считаю девчонкой было у меня какие-то помню вам проблемы были вот бабушка мне делала вот я знаю как это делать вот и вы тоже знаете понимаете меня смотрят те которые вот и вам передалось и это из поколения в поколение тоже знаете как чистить надо тоже знаете как снимать надо как сделать так чтобы быстрее удачи было как сделать так что бабки пошли быстро у вас же есть это знание есть солнышки мои есть есть поэтому чё вам тут сомневаться у вас интуиция потрясающая вы прям как по чуйке прямо идете прямо знаете вот понюху как идете по своей дороге в сторону там правильно вы прям как чувствуете как идти надо какую не знаете вот прям не сворачивай прямо прям вот прям чуйку вас туда прям ведет она вас ну вот это вот ополуние есть да какие то может быть сомнения но вы такая как бульдозер вы в прямом смысле этого слова прям по дороге своей едете но если кто-то там еще и сомневается или что-то кто-то боится вы прям сто процентов уверены в своей правоте что у вас так будет вот у меня тоже самое то что когда начинаю делать сто процентов уверенно делаю так получается как я хочу и у вас точно так же хочу с ним то чуть ним так все останется теперь королева свечей но знаете она вас смотреть будет вы слишком яркая такая красивая с этим желтым такая в малиновом вы такая королева свечей выше у вас слушайте вам свечи тут помогают вам тут помогают свечи свечи включайте их они вам будут помогать пятерка пентакли это же прям знаете уже сам посоветовать вам тоже хочу сделайте какой-нибудь ритуал на свечу но нацарапайте что-нибудь на свечи тоже если вот она маленькая такая да вот где-то сбоку тут взяли вот ручкой прям ручкой маленькой вот вы прям тут пишите свое вот это я просто элементарно говори сесть побольше свеча хорошо прямо по на большой свече напишите на мазюкайте че тоже красным не красным тоже можно активизируйте или зеленым фломастером прямо напишите свое желание я хочу то 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 я хочу деньги что пришли быстрее ко мне все зажигайте активизируйте это прям по квартир пройдитесь это но не сразу может быть на деньги придут или фуру на каким-то начертите нацарапайте здесь это самое простое что говорю поэтому здесь вам нужно работать со свечной магией со свечной магией деньги сразу пойдут ну или побольше яркого побольше красного перестаньте переживать перестаньте в постели в тоже спите уже вы почему-то боитесь прям страх какой-то у вас на кран над кроватью вашей чего у вас там где вы в спальне переспите у вас там происходит девочки пересмотрите пожалуйста свою спальню почистите ее кровать переберите просто не снимите вот у вас при этом уже я не знаю что у вас картина то может быть страшно или вы там фильмы какие-то ужасов смотрите спальне перестаньте смотреть или мясо у меня в спальне телевизор вообще нету а зачем он нужен вы что вы потому что здесь спать вы не можете нормально человек должен нормально спать должен высыпаться а у вас тут ненормальный же идет это что такое это кто вас там по ночам пугать меня ночью никто не пугать я медиум меня мертвый не пугает а вас кто тут пугает девочки вы чё делаете вы чё делаете по ночам поэтому зажигаете свечи очищайте энергетику спите спокойно ничего не бойтесь есть проблемы материального характера но вам первое денежка скоро придет а потом вы будете сами выбирать сами выбирать себе или работу или свой путь в какую дверь вы войдете там уже больше будет денег все зависит от вас начните пока себя слушайте я начинала с него перепели этот переложилось все на вас так хорошо что с ним вопрос как решится как вопрос с ним решится тушь чашин он вам читала напишет он вам напишет самое ближайшее время да потому что вы такая красотка в девятке пентаклей но он вам напишет да по карте умеренности все спокойно потому что он давно наблюдает за вами вы ему очень сильно нравитесь вы ему подходите да 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 туз пентаклей он все-таки напишет для того чтобы вам что-то предложить он долго собирается долго собирается хочет вам соответствовать но ничего все равно ваши дороги сойдутся потому что другого выхода не будет верховной жрицы да все понимаете человек все равно будет с вами вы его капотуши как-то луналика вы его прям тянете к себе не может он без вас такой был расклад пишите пожалуйста и комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал самое главное будьте счастливы пусть у вас личной жизни все наладится я вас всех люблю целую обнимаю и доска